Девушки отдыхают Итак, мы во Фландрии, в городе Гент, где была написана одна из самых мистических картин Средневековья. Мистическая она еще и потому, что из этого собора пропадало бесчисленное количество раз, но всегда возвращалась. И сегодня, надеюсь, она здесь. Жители города увидели алтарь в 1432 году. Тогда картину назвали непостижимым чудом, которое сотворили братья Ван Эйк. Во времена мистицизма события христианской легенды впервые были показаны как реальные сцены. В поклонении Агнецу господствуют духовные радости и праздничное просветление. В былые времена, большую часть года, эта алтарная картина находилась вот в таком состоянии, и лишь по большим праздникам ее открывали люди. Но это копия, которая установлена на том самом месте, где изначально висела картина. Оригинал здесь же, в соборе Святого Бавона. Его части, отправленные на реставрацию, временно заменили черно-белыми фото. Работа долгая, работа кропотливая, рассчитана на пять лет, а наблюдать за происходящим может любой желающий. Хотел бы я там оказаться и даже помочь чем-нибудь, но может быть поэтому мне и запретили. Строго-настрого запретили. Таких, как я, от реставраторов отделяет пуленепробиваемое стекло. А так, смотри сколько хочешь. Нам повезло, мы оказались в музее в день, когда он был закрыт для посещения. В обычные дни туристы прямо-таки облепляют это стекло. Нет ли у художников ощущения, что они оказались в зоопарке? Я спросил у одного из реставраторов Барта де Волдера. Первые несколько недель вправду казалось, что мы будто звери в зоопарке. Все эти шутки за стеклом, постукивания, гримасы, даже обращения какие-то на бумажке нацарапанные. И еще одна удача, мы первая российская телегруппа, которая разрешила снимать фрагменты алтаря без этого бронестекла. И хотя, говорят, нет во Фландрии ни одного произведения, сравнимого с поклонением Агницу, не могли мы не посмотреть полотна и других прославленных мастеров. Тяга к созданию масштабных полотен не угасла во фламандцах и сегодня. Об этом нам рассказывают городские улицы. И знаете, не только художники средневековья могут похвастаться многослойностью краски. Здесь, наверное, в общей сложности слоев 200, как нам пояснили, скопилось за последние 20 лет. Он даже сама отваливается. Моим гидом по миру граффити стал Питер Боскарт. Его молодежная некоммерческая организация выступает посредником между уличными художниками и городскими властями, пытаясь сгладить острые углы в этих, ну, скажем прямо так, непростых взаимоотношениях. Важно следить, чтобы любители граффити совсем уж от рук не отбились, а то бывает увлечется человек, и вместе со стеной еще и окно кому-нибудь закрасит. Интересно отношение местной полиции к любителям граффити. Успел убежать? Молодец. Поймают с баллоном краски в руках во время создания очередного шедевра, серьезный штраф и судебное предписание уничтожить следы творчества. Несмотря на риск, попробовал и я себя в рисовании. Ну, на шеневрады, конечно, не тянет, но свой след я в городе Гент оставил, пока полиция не видит. Вы что-нибудь знаете о бельгийском городе Мехелин? Мы уверены, что знаете. Каждый россиянин сам того не подозревая кое-что слышал об этом старом фламандском местечке. Именно оттуда льется малиновый звон. А вот почему оттуда? Андрей Петров всю эту неделю собирает любопытные факты в Бельгии. Повезло человеку, оказывается, там. О! Это же наша пластинка. Ну-ка, зайдем, спросим. 20 лет пластинки. У меня такая тоже была. Николай Гнатюк, 89-й год. Малиновый звон. Я тогда все думал, а почему малиновый звон? Сегодня я вам все объясню. Объяснение простое. В 17 веке город Мехелин стал в Европе центром колокольного литья. Сюда же начали съезжаться и звонари. А во французском языке название города звучало как «малин». Вот вам и малиновый звон, а ягода малины, хоть и вкусная, тут совсем ни при чем. Особой же красоты звучания помогал добиться коррельон. По сути, это система определенным образом настроенных колоколов, управлять которыми нужно при помощи рычагов и педалей. В современном Мехелине до сих пор существует королевская школа коррельона, где мы и встретили Елену Лопушанскую. Чтобы увидеть игру Елены на коррельоне башни святого Румальда, придется подняться в небо почти на 100-метровую высоту. Что ж, никто не предупредил, что 450, а потом еще 20 выше. Вот Елена настоящий спортсмен, в отличие от меня. Я отдышался практически. Давайте послушаем, как звучит настоящий коррельон. В стремлении стать виртуозом Елена два-три раза в неделю поезжает сюда из Антверкина, где живет ее семья. Плюс еще и за обучение платит. И все исключительно из любви к музыке. Но вопреки мнению, что здесь колокола все заглушает, на самом деле, внутри вот этой кабинки мы можем спокойно общаться такового устройства самого коррельона и этой башни. Здесь интересное разделение. Сам собор принадлежит церкви, а его башня – городу. И местные власти установили четкие правила. Музыка музыкой, но играть на колоколах можно не дольше 4 часов в день. Ведь слушает этот перезвон почти весь Мехелин. Вот он, как на ладони. Отсюда с высоты хорошо наблюдать праздничные шествия. А праздновать любители умеют. Например, в Генте ежегодно проходит самый большой в Европе музыкальный фестиваль. А мы, если по даче в Первомайне не разъезжались, тоже могли бы и отдохнуть, и потанцевать. Но есть праздники, которых во Фландрии ждут терпеливо, ждут долго. Знаменитая хансвиттская кавалькада в Мехелине проходит раз в 25 лет. Во время шествия на специально изготовленных платформах разыгрывают сценки из Библии. Гордо по улицам вышагивают великаны. Поначалу кавалькада была исключительно религиозным шествием. Восемь веков назад, когда в Мехелине сыребствовала чума, горожане с молитвами пронесли статуи Девы Марии, и эпидемия закончилась. Правда, с годами праздник становился все более и более народным, но до сих пор это тщательно спланированное торжество. И в этом году, как положено, 2000 участников, 100 лошадей, танцевальной и музыкальной группы. Все эти приготовления, платформы, ростовые куклы, все это, конечно, создает торжественную атмосферу, но вы же понимаете, что праздник, он внутри нас. Что ж, учиться никогда не поздно. Бизнесмейны российские тоже постоянно учатся. Недавно наши картофелеводы ездили в Бельгию. Да-да, Андрей Петров, наш коллега, составил им компанию. Сегодня тоже вынужден признать, что бельгийский картофель – предмет национальной гордости. И, наконец-то, вот Андрей ответит на мучающий меня давно вопрос, как появилась эта вредная, такая вкусная картошка фри. Когда в Европе вовсю уже объедались этим продуктом, в России большинство удовольствовалось вареной репой. Но за 200 лет все различия сгладились, и сегодня, что в Москве, что в Брюсселе, все любят ее картошечку. Я возьму? Но кто же придумал обжаривать в кипящем масле картофельную соломку? Шеф ресторана «Шеллион» Поль Банланкер поведал мне вот такую легенду. Несколько веков назад бедные люди зимой ловили мелкую репешку, которую жарили в кипящем масле и так переживали зимы. Но одной зимой стояли такие сильные морозы, что все реки замерзли. Спасаясь от голода, кто-то попробовал нарезать картошку соломкой, чтобы напоминало те самые репешки. Вот как появилось новое блюдо – картофель фри. Если это и выдумка, то история очень похожа на правду. Но в таком случае за столетие блюдо должно было стать едой исключительно небогатого населения. Правда ли, что картофель не подходит для высокой кухни? Я спросил у шеф-повара, заслужившего Мишленовские награды, Ахима Ванденбуша. Мы картошку используем много и часто. И не только, кстати, в жареном виде. Мы готовим, наверное, 200 или даже 300 блюд, в которых картошка на гарнир. Картофель придает особенный вкус блюду, а мы этого и добиваемся в высокой кухне. А ведь приготовление картофеля фри – и не такое уж сложное дело. Хотя, конечно, не без нюансов. В этом я убедился в музее картофеля. Да, есть во Фландре и такой. Оказывается, картошку жарят два раза. По крайней мере, здесь. Первый раз. Я учу. Окей. Практически как я. Так, давай. Кетчуп. Так. Кому как нравится. Ну все, теперь можно наших угощать. Так, 16-й столик. Мы! Забирайте. Легко. Интересно. Среди прочих ресторанов и закусочных на улицах можно встретить и заведения, которые предлагают исключительно здоровую пищу. Только как это увязывается? Картошка в масле и здоровая еда. Жир, конечно, не самый полезный продукт, но если есть понемногу и нечасто, это только на пользу организму пойдет. В нем же всякие минеральные вещества. Здоровая или не очень, но продается жареная картошка во Фландрии повсеместно и подается практически к любому блюду. А в небольших киосках фри можно купить на вынос, ну, порой до самого рассвета. Так, с пюре, с жареной, с вареной. Ну что же, мы убедились, картофель это действительно и быстрое, и простое, и сытное блюдо, но, честное слово, за время нашего путешествия мне пришлось для съемок съесть такое количество этой картошки, что сегодня я... Ну да, я сегодня суп закажу. И завтра тоже. Excuse me? Моду. Европейской молодежи диктует страна кружев. А чтобы понять, как так вышло, наш коллега Андрей Петров отправился в Бельгию. Теперь он знает, как одеваться стильно по-антверпенски. Но для начала Андрею пришлось осмотреть какие-то расплетения знаменитых кружев. На кофейком запей. Спасибо. Мы над Фландрией, и отсюда, с высоты птичьего полета, очень хорошо видно, как крыши города Брюги, его дороги, каналы создают неповторимый причудливый узор. Вот как раз о кружевах, которые здесь плетет время, мы сегодня и поговорим. Наш путь туда, где несколько сотен лет назад начали плести чудесные узоры. Это Бегенаж. Подобные приюты съезжали женщины, чьи мужья отправились в крестовый поход. В этом почти сто лет, как новые постояльцы, орден бегедиктинцев. По словам сестры Стефании, некоторые традиции монахини все же сохранили. Мы нашу обитель украшаем, что-то отдаем в магазин, но таким трудом сегодня много не заработаешь, поэтому за количество мы не гонимся. Но вот с этим утверждением можно поспорить. В брюге мы увидели шаль, которая в переводе на наши деньги стоит около 300 тысяч рублей. А все потому, что фламандские кружева испокон веков славились необыкновенной тонкостью и воздушностью. Работа трудоемкая, кропотливая, явно не для слабонервных. На первый взгляд все очень просто. Вот эти штучки, кстати говоря, у нас называются коклюшки приспособления. Беру четыре коклюшки. Это не для меня точно. Коли плетешь кружева для души, одно дело, но когда на этом построен твой бизнес, брюги славятся своими кружевами, но сами кружева здесь не делают. Здешний только дизайн. Но изготавливают где-нибудь в странах третьего мира. Вопрос банальный, вопрос цены. Вот смотрите, вот это сделано в Индии, 12 евро, а вот это когда-то была сплетена здесь, 126 евро. Ну, в общем, разница налицо. Хотя, если речь идет о какой-нибудь модной коллекции, вряд ли именитый дизайнер плестится поделкой из третьего мира. В чем-в чем, а в моде Фландрия знает толк. Участники Атверпенской шестерки до сих пор задают тон всей индустрии. Когда мы говорим о мировой моде, мы сразу вспоминаем Милан, Рим, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Берлин. Ну, а если нужно что-то особенное, совершенно специальные знатоки отправляются в Атверпен. И чтобы легче было разобраться в обилии модных магазинов, здесь даже выпустили специальную карту, но вот только мне... Мне все равно нужна помощь. И я нашел помощника. Это человек, известный далеко за пределами его родной Бельгии, Танги Оттомер. Как он сам себя называет, самый молодой исторический сити-гид с современным взглядом. В 80-х модельер Дрис Ван Ноттен и его друзья провозгласили простоту линий и приглушенность цветов. Достаточно одной дизайнерской вещи, которую ты скомбинируешь с вещами попроще. Пусть даже это будут вещи из секонд-хенда. Так что, если ты готов к переменам, я помогу. У меня даже какой-то азарт появился. Сможем ли вот так, сходу, найти что-то подходящее? Или нет? В подтверждении слов Танги, интерес покупателей к магазину, в который меня привел гид. Не смотрите, что это секонд-хенд. Ну вот, буквально несколько минут, и я настоящий антверпенец, но вы не думайте, в душе я по-прежнему москвич. Ну а сейчас внимательно слушаем. Итак. Ты не ругаешься? Да, вот это не просто набор букв. А это фамилия жительницы Гавайских островов, из-за которой там теперь меняют образцы водительских удостоверений. Ну просто фамилия эта в графе на правах не помещалась. Счастливые обладательницы, конечно, предложили ее поменять, но вполне обоснованно получили отказ. Теперь вот символы на документе добавили. Я думала, раньше сложное название Эй, яф, я твою кубель. А теперь это фамилия. Да уж, другое дело фамилия Петров. Ну проще же, зато... Не бывает проще. Как Андрюша может удивить? Вот он сейчас в Бельгии всю неделю. Но каждый день удивляет нас. Да, вот сегодня, казалось бы, изучал бельгийский шоколад на родине конфет, а где оказался в аптеке из жога. С шоколадом в Афландре сталкиваешься буквально на каждом шагу. Его тут так много, что некоторые даже поговаривают, рыба в местных каналах клюет исключительно на шоколад. Если так, то сейчас наловим. Да, что-то медлит рыба. Есть время больше рассказать об этом лакомстве. Ведь именно здесь, во Афландре, изобрели шоколадные конфеты. Стараясь придумать действенное средство от кашля, брюссельский аптекарь Йоганн Хаус и создал горький шоколад. Его аптека до сих пор сохранилась. Целый внутренний интерьер, витрины, мебель, часы. Только вместо пилюли микстур на прилавках теперь конфеты и шоколадки. Кстати, а как там наша рыбка? Тишина. Ладно, тогда успею на мастер-класс. Попробую посоревноваться с маститым кондитером. Он занимается этим делом уже 20 лет. А я 5 минут. Ну что же, на старт. Внимание, марш! Между прочим, шоколад, в зависимости от сорта и начинки, хранится от пары недель до 8 месяцев. Ой, а про рыбу-то я забыл. Да нет, полнейший штиль. Тогда еще на почту забегу. Несколько лет назад здесь даже выпустили марки со вкусом шоколада. Теперь их уже не продают, но нам несколько штук удалось достать. Мы же утро России. Так что отправлю вам, ребята, привет в Москву. Шоколадный вкус. И скажу я вам, шоколадная марка это еще не самая оригинальная в Бельгии. Настоящий уникум шоколадье Доминик Персон, а вернее, шок о латье. Шокировать любит. Вот увековечил себя в шоколаде. Познакомился с прототипом. Я повар, я не изготовитель шоколада. Пробую сочетать разные вкусы. Да, поначалу я работал с классическими рецептами шоколада, но теперь мои кулинарные познания используют для создания чего-то совершенно нового. Я даже устриц, настоящих из моря, пробовал класть в конфеты и креветки добавлял. Да уж, действительно шокирует. Желудок. Ну, разве это не провокация, когда вам предлагают хоть и шоколадную, но губную помаду для улучшения вкуса блюда, которое вы едите. А еще я знаю, что можно воздушные поцелуи хорошо послать. Это вам. Хорошо бы и производство посмотреть, но сперва проверю поплавок. А вдруг клюнуло? Нет. Значит, возвращаюсь к Доминику на фабрику. И чего он только не выдумал и с васабиком. Это и с перцем, и с базиликом, и с запахом горящего лимонного дерева. Доминик признается, когда он начинал свое дело, все говорили, да ты спятил, парень, кому ты это продашь. А теперь шоколад персона подают в лучших ресторанах и бывает на закуску, а вовсе не на десерт. Но что же наша рыбалка? Так ничего и не поймали. Значит, рыба не хочет шоколад. Зато туристы на шоколад в Бельгии отлично клюют. А. А. Продолжение следует...